Доброе утро! Вновь говорим вам, друзья, пятница. Радостный день у нас и надеемся, что и у вас осень за окном. Не повод грустить, а повод возрадоваться этому предприятию и отправиться, конечно же, в театр музыкальной комедии. Театры начинают новые сезоны, у всех премьеры, ну и вот, естественно, наш любимый, дорогой театр музыкальной комедии сегодня у нас в гостях. А Игорь Яковлевич Лифель, заместитель генерального директора Свердловской музыкальной комедии по организации зрителя. А также у нас прекрасные артисты Татьяна Макроусова и Игорь Ладейщиков, солисты Свердловской музыкальной комедии. Доброе утро! Спасибо вам за то, что вы, артисты, пришли так рано к нам сюда. Доброе утро! Учего ведь какие бодрые, веселые. Они, мне кажется, даже у них натянута такая добрая детка, что... Сейчас скажут, а мы не ложились. А мы и не ложились. Встали в пять часов утра, распелись, как полагается, пришли. Молодцы, мы прям ждем, ждем этого. Давайте к новому сезону. Обычно новый сезон открывают в театре на сцене, а у вас новый 85-й сезон, и вы отправляетесь в турне? Нет, нас не так. Мы продолжаем 84-й сезон, именно и закрываем сезон свой с очами. Так. То есть это у вас еще закрытие как бы, да? Мы сейчас еще работаем у нас, мы по области, ездим, как у нас традиция уже. Уже пятый год традиция, да. Мы как бы прощаемся с открытием сезона, и всем свердловчанам, в Свердловской области, зрителям даем последний концерт. В каких городах в Свердловской области побывали? Ой, везде, мы были в Качканаре, в Серове, были в Реже, были в Туринске, были в Эрбите, были в Новоуральске, сегодня в Новоуральске, были в Каменске-Уральске. Мы вещаем, мне кажется, на меньше городов, чем вы побывали, но это очень здорово, у всех есть шанс посмотреть на наш канал. Ну, видите, у нас начинается сезон 16 октября, вот настоящий театральный сезон. Вы готовите премьеры? Да, 85 лет в Театру музыкальной комедии 8 июля 2018 года. Это же серьезный юбилей. Да, это юбилей, и такие очень серьезные премьеры. Так, ну, все-таки, давайте немного поговорим про ваши гастроли в Сочи, что туда везете, а кто остается здесь работать, и кто едет туда? Едет вся трупа, полностью. Это сколько человек? Ну, где-то человек 240. 240 человек? Где-то примерно 240 человек. Это же целый самолет. Ну, это два. Это два самолета с логотипом мускомедия, прямо отсюда, с Карла Липнихта, взлетаем в Сочи. Свердловская оперета, вот так она и будет звучать. Что повезет в Сочи? Мы везем много. Классику везем, это и Брекальмана, и Принцесса цирка, и Летучую мышь везем Штрауса, везем Екатерину Великую, везем Алые паруса. Везем, в принципе, полотно, не полотно даже, а, наверное, чем гордится Театр музыкальной комедии. А, декорации, весь реквизит уже, это фунт. Да, мы уже уехали. Уже в пути. По Сочи вести 50-е объявление. Уже в пути, по 40-тоннике, 8 40-тонников, целый эшелон едет на декорации. Там, в Сочи, какой зал у вас принимают? Зимний театр. Зимний театр? Да. Входит в филармонию. Итак, хорошо, в Сочи понятно, там будет тепло, там будут хорошие спектакли, но а здесь что нас ждет в ближайшее время? Ну, во-первых, у нас ремонтируется и реконструируется новая сцена, большой зал. У нас, наконец-то, будет круг, у нас, наконец-то, будет современная сцена, какая может быть. Ну, и новые спектакли. Мы к концу года выпустим спектакль. В 75-м году, когда мы еще были немножко молодыми, значит, вы помните, у Эбер звучал, появился спектакль «Иисус Христос». Мы запомним, конечно. Да, мы помним. Как мы, Игорев, причиняем. Буквально, да. И это было в такой степени что-то такое новое, грандиозное, что Александр Журбин, наш советский композитор, российский композитор, написал рок-оперу. Называется она «Орфея и вредика». Романтическая опера, «Орфей ищет и вредику». Ну, как всегда, любовь, 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 любовь. И Кирилл Стрежнев решил возобновить после 40 лет этот спектакль по-новому совершенно. И этот спектакль премьера в декабре месяце. Музыка будет та из 70-х или это все новое? Нет, музыка будет совершенно новая, интересная, по-современному. Это уже что-то такое. Даже сам художественный мысл будет по-другому. Но любовь-то осталась. Ну, знаете, любви всевозрастной покорной. Так вздыхаю. Ну, куда без нее. И все начинается с любви. Ну, вот вы вернетесь из Сочи 16-18 октября. Планируете открыть сезон мусковыми декабристами. Ну, вы знаете, это последняя премьера, это уникальная премьера. Вы знаете, мы привыкли читать книжки декабристов совсем другое. А там же женщины все делали. Ради женщин. Знаете, ради женщин, ради женщин. Вот все дела с ради женщин. А вы вот эти вот слова даете? Иногда. Они просто сидят, знаете, так смотрят грустненько. Очень сложно, потому что Игорь Якович всегда говорит, настолько грамотно, красиво и как сказка. Просто музыка же не играет. Вы не успели отдохнуть перед стартом нового сезона? Мы не будем обманывать. Он ничего старого не закончил. Нет. Мы много работаем, вот по области ездим. Ну, знаете, как бы отдых... В Серове-то отдыхали? Да, Пербит, Серов. Касы курорты. Мы вчера приехали из Качканара. Два концерта у нас было. Знаете, очень хорошее дело, потому что люди хорошо встречают. И не каждый может поехать за 250 километров. Ну, во-первых, вы классные. Вас с одной удовольствием встречать, на самом деле. Вы же такие. Я видела. Это правильно. Да, да, да. Доброта идет. Ребята работают так, что, знаете, сидишь, слушаешь. Вроде я уже слышу их 800 лет. Неплохо выгодят. 754 года. Да, точнее, будет сказать. Но как премьера? Все время звучит. Давайте это прозвучит у нас в студии. Я предлагаю артистов все-таки вывести к нам сюда. Итак, в программе «Утро ТВ» прекрасные Татьяна Макроусова и Игорь Ладейщиков. Что мы услышим? Дуэт Трубецких. Екатерина Ивановна Трубецкая и Сергей Петрович Трубецкой. Любовный дуэт. Один из самых красивых. Зритель ваш. Я так ждала тебя. Я так спешил к тебе. И так мечтал тебя обнять. Моя награда ты, моя отрада ты, Екатерина. Любимый мой, я каждую минуту расставания Живу надеждой скорого свидания. Хоть понимаю я, как важны дела Державы для тебя. Любимая, под покрывалом бережной твоей любви Я забываю то, что мир несправедлив. Мне нет судьбы иной, я болен на века Россией тобой. Не затеряется во тьме чудесная дорога, Что привела меня к тебе через страны и моя. Я так давно тебя искал. Ждала тебя так долго. Я ждал. Любимый мой, так много нам дано судьбой, Что страшно мне. Вдруг горе на века погасит свет в окне. Печаль мою прости, Сердце так стучит, как колокол в ночи. Любимая, пусть Бог хранит мерцающий лампады свет И даст мне силы уберечь тебя от бед. Молю я небеса любимого лица, Пусть не коснется грусть. Не затеряется во тьме чудесная дорога, Что привела меня к тебе, Через страны и моя к тебе. Это любовь прям невозможная, я ведь обожаю. Нельзя так, нельзя так в 8 утра. Я чуть не расплакал. Мы очень старались. Взять букеты, и от всех мужчин, всем женщин, за то, что мы причиняем вот это вот, вот это. Хочется всем вручить цветы и сказать, ну простите, но все равно будем продолжать. А мы вас все равно снова и снова будем прощать. Друзья, спасибо вам большое, что были в это утро вместе с нами. Все получилось. Да. Театр. Не буха, не бира, желаю вам на гастролях в Сочи. Возвращайтесь, будем ждать вас с премьерным сезоном здесь, с новым сезоном на сцене. Будем покупать билеты и приходить к вам на спектакль. Еще какой спектакль новый еще впереди. Вот потом придете и расскажете. И расскажете. Итак, Свердловская мускомедия практически в полном составе. Из 250 человек трое у нас были в гостях. Игорь Лейфель, Татьяна Макроусова и Игорь Владельщиков были сегодня у нас с утра пораньше в программе Утро ТВ. Вернемся в студию буквально через пару минут. Продолжение следует...